ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и сама ливерная колбаса. Лук мы нарежем кубиком. Кубик должен быть мелкий. Лук придаст нашей начинке сладковатый вкус. Тем временем разогреем сковороду. Добавим туда растительного масла. Тем временем мы можем уделить время нарезке нашей ливерной колбасы. Ливерная колбаса на самом деле это некий фарш из ливера, который заключен в оболочку. Если его нагревать, он превратится в своеобразный паштет. Наш лучок готов. Он имеет как раз такой золотистый цвет и вкус, какой нам понадобится. Мы добавим немного майорана. И немного мускатного ореха. И будет нашей изюминкой. Наш фарш готов. Пока он остывает, мы приготовим блинчики. Для того, чтобы в нашем тесте не получилось комочков, мы сначала муку перемешаем с сахаром и солью. Нам понадобится 2 яйца. Добавим молоко чуть-чуть. И вмешаем его. Наша смесь готова. Теперь я добавлю масло, для того, чтобы не смазывать сковородку, когда мы будем жарить блин. Нагрелась у нас сковорода. Добавим для первого блинчика немножко масла. Нажарили блинов. Теперь нам нужно нафаршировать их. Я вам покажу несколько способов, как можно завернуть блинчик. Выкладываем начинку по центру. Делаем немножко по-другому. Выберем блинчик. От центра его сделаем надрез. И завернем такой конвертик. А теперь этот конвертик откроем. У нас получится вот такой блинчик. Теперь мы поместим его на тарелку. Возьмем немного начинки. Есть еще такой самый простой способ. Последний блинчик. Вот такие чудесные блинчики у нас получились. Приятного аппетита! КОНЕЦ СПОСОН Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...